Привет, друзья! Сегодня будем готовить очень вкусное лакомство, знакомое всеми с детства. Мы будем готовить прянички в глазури. Они получаются очень воздушными, очень вкусными и слегка пряными. Для начала, конечно же, нам понадобится творог. Есть несколько рецептов теста, в этот раз я выбрала именно творожное тесто, потому что оно очень нежное и более полезное. Творог жирность значения не имеет. Сразу же в творог добавляю один желток и одно целое куриное яйцо. Один белок мы оставляем для глазури. Добавляем сюда сразу же сахар, можно добавить щепотку ванильного сахара, если хотите, и размягченное, либо подтопленное сливочное масло. Также сразу добавляем сюда соду. Массу нужно перемешать, для того, чтобы сахар начал растворяться и сода начала гаситься. Перемешиваем до объединения компонентов, и чтобы немножечко перетерся творог у нас. И теперь можно добавить сюда специи. В принципе, их можно было добавить и сразу со всеми продуктами, это вообще не принципиально. Я выбрала имбирь и корицу, этого вполне достаточно. И сюда просеиваем муку. Муку обязательно нужно просеять, чтобы она насытилась кислородом и убрать все ненужные крупинки, которые там могут попадаться. Слегка перемешав тесто лопаткой или ложкой, как вам удобно, выкладываем массу на стол и замешиваем очень такое неплотное и совсем капельку липнущее к рукам тесто. Сначала просто собираем массу в ком, и потом она собирается и очень хорошо разминается. Несколько минут ее нужно помять руками. Масса не должна получиться у вас плотной. И посмотрите, она практически не липнет к рукам. Затем с этой массы катаем колбаски. Я разделила массу на две части и катаю две вот такие вот длинные колбаски. Просто для удобства режу ее еще на несколько частей и разделяю. Сразу же на количество наших пряничков. Размер выбирайте сами. Я буду делать небольшие прянички, чтобы ребенку кушать было удобно. И катаю несколько пряничков, половину порции я буду делать без начинки, половину с начинкой. Посмотрите еще раз, что я делаю. Я беру кусочек теста, слегка придавливаю и отвожу ладошки, тем самым катаю шарик. Прокручиваю его, соединяются все прожилочки, которые там были. И приплюскиваю совсем немножечко, чтобы придать ему форму. Посмотрите, какой он красивенький. Выкладываю их на противень. И таким же образом практически буду делать и с начинкой. Для этого я раскатала небольшой кусочек. Края должны быть обязательно тоньше, чем сама серединка. И слепливаем края после того, как положили в серединку начинку. У меня это домашнее яблочное повидло. Залепливаем все швы и прокатываем так же, как и в первом случае. Тоже слегка-слегка придавливаю, чтобы он не получился прям очень круглым. Ставим в духовку на 200 градусов. В среднем это от 20 минут до 25 минут. Смотрите, просто чтобы они сверху подрумянились. И как раз этим временем взбиваем глазурь. В белок добавляем сахарную пудру. Можно добавить щепотку соли. И в конце добавить немножечко лимонного сока. Но это если вы хотите. Вот такие вот прянички у нас получились после выпечки. Сразу с противня отправляю их в металлическую посудину. Потому что они еще горячие и пластиковая никакая не подойдет. А стеклянная у меня не такая большая, чтобы удобно было перемешивать. Так как у меня два противня, поэтому отправляю сюда половину глазури. Половина пойдет для второго противня. И перемешиваем пряники. Полностью обволакиваем их глазурь. Я люблю, чтобы глазури было много. Благодаря глазури эти прянички очень долго остаются внутри мягкими и свежими. Также они сверху нарядны. Если вы делаете с детками, на данном этапе можно их даже какой-то посыпкой посыпать. Высыхают они довольно быстро. В течение 15-30 минут они полностью у вас высохнут. На горячем-то пряничке термообработку белок проходит. Все замечательно. Получаются они очень воздушные, слегка пряные и очень вкусные. Обязательно попробуйте. Это нереальная вкуснота. Не забывайте, конечно же, поставить лайк. Мне будет очень приятно. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok